Всем привет! С вами сайт Исаченко БИС. Меня зовут Игорь Исаченко и сегодня мы поговорим о динамике в Cinema 4D. И если говорить конкретней, то сегодня мы рассмотрим динамику пружинных соединений в Cinema 4D. В Cinema есть в разделе Simulate, в подразделе Dynamics, целый пункт, который позволяет создавать различные соединения. Это коннекторы, пружины, различные силы, моторы. С помощью этого пункта чаще всего делаются риги автомобилей, анимации автомобилей, каких-то механических транспортных средств, да и вообще всякой разной механики. Но сегодня мы поговорим именно о пружинах, поэтому не будем затягивать и собственно начнем наш урок. Давайте для начала, как обычно в Cinema 4D, чаще всего все начинается с кубика. Создадим кубик и сделаем его немножко поменьше. Сделаем его где-то 100 сантиметров по ширине, по высоте он у нас будет небольшой, это будет просто подставка для нашей пружины. И сделаем его 100 сантиметров по длине. Так, посмотрим, что у нас получилось. Прекрасно. И давайте теперь создадим еще сферу. Это будет такой у нас груз, который будет сверху на нашей пружине висеть. Тоже сделаем ее поменьше. Сделаем радиус 50 сантиметров, чтобы диаметр был равен нашему кубику. Поднимем ее чуть повыше. Замечательно. И теперь соединим две этих геометрии, две этих простейших фигуры пружины. Заходим в Simulate, Dynamics и выбираем Spring. Мы видим, что у нас появилась пружинка. Собственно, пока в нашей сцене ничего не поменялось. Почему? Потому что нам эти два объекта надо соединить. У нас в настройках Spring, в настройках нашей пружины, есть два поля для двух объектов. Это объект А и объект Б. Объект А это будет наша подставка крепления нашей пружины, а объект Б это будет наша сфера, то есть это груз, который собственно висит на нашей пружине. Тип пружины оставляем Linear. Здесь ничего пока не меняем. Так, смотрим, что у нас получилось. Нажимаем Play. Не получилось пока ничего и наша пружинка выделяется красным. Почему это происходит? Потому что наша сфера для того, чтобы взаимодействовать с пружиной, должна быть физическим телом. Для этого мы должны назначить соответствующий тег. Поэтому кликаем правой кнопкой по сфере, заходим в Simulation Text и выбираем Rigid Body. Это твердое тело. И смотрим, что у нас получилось теперь. Вот собственно прекрасно все работает. Вот такое у нас получилось соединение. Сфера падает на пружинку, все отлично. Как подрегулировать пружину так, чтобы она имела какую-то большую жесткость. Ну, для этого есть несколько путей. Давайте рассмотрим. Значит, во-первых, мы можем просто немножко подвинуть анимацию настолько, насколько нам нужно кадров. Ну, допустим, нас устроит длина вот такой вот пружины и нажать кнопку Set Rest Length. Выставить длину по умолчанию. Теперь мы видим, что наша пружинка стала немножко более жесткой. Кроме этого, у нас есть параметр stiffness. Мы можем его увеличить. Посмотрим, что происходит. То есть он тоже в какой-то мере отвечает за жесткость нашей пружины. Мы видим, что теперь она прогибается с гораздо больше, с гораздо меньшими, вернее, колебаниями. Ну, давайте вернем его обратно. И параметр Damping, который отвечает за количество сокращений и разжиманий нашей пружины. Например, выставим вместо 20% 1. И теперь мы увидим, что наша сфера практически постоянно начинает раскачиваться на нашей пружинке. То есть, вот этими вот тремя параметрами Rest Length, Stiffness и Damping вы можете регулировать физические свойства вашей пружинки от и до, практически полностью. Если мы сейчас возьмем сферу и чуть-чуть, буквально чуть-чуть, сдвинем ее с центральной оси, то есть она уже, ее центральная ось не будет совпадать с центральной оси подставки, мы увидим, что происходит вот такая вот штука. То есть, под воздействием гравитации, под воздействием силы тяжести, наша сфера начинает падать и вращаться вокруг нашей подставки. Как этого избежать? Сделать так, чтобы этого не происходило. Для этого нам понадобится еще одно соединение. Опять заходим во вкладочку simulate dynamics и выбираем коннектор, соединитель. В свойствах коннектора, в типе коннектора выбираем слайдер. То есть, этот коннектор будет соединять опять же нашу подставку и нашу сферу и не давать ей падать под силой тяжести куда-то вниз. Давайте развернем его на 90 градусов. Для этого возьмем инструмент поворота и с зажатой клавишей shift повернем ровненько на 90 градусов. Зажатая клавиша shift поворачивает объект пошагово в 10 градусов. После чего, в свойствах коннектора, мы также выставим наши объекты. Объект A, это будет наша подставка и объект B, это будет наша сфера. Объект коннектор стал белым, то есть, все параметры применены верно. Смотрим, что у нас получается. Все прекрасно, наша сфера никуда не падает. Все отлично. Итак, как нам теперь, давайте пока все это отменим создание коннектора, отменим перенос нашей сферы. Она у нас так прекрасно держится на подставке. Теперь, собственно, возникает вопрос, как визуализировать, как отрендерить вот эту вот пружинку. Потому что, если мы сейчас нажмем на render, мы увидим, что подставку из сферы ничего не связывает. В настройках пружины во вкладке display есть такая галочка always visible, но к рендеру она не имеет никакого отношения. Ну, как видите, здесь ничего не появилось. Она отвечает только за то, что если вы выделите какой-то другой объект или снимете выделение в менеджере объектов, ваша пружинка все равно останется видна. В противном случае она, как видите, исчезает. Что нам для этого нужно сделать для того, чтобы наша пружина визуализировалась точно так же, как и все остальное? Давайте сначала нарисуем пружину вручную. Ну, сразу говорю, ничего, абсолютно ничего сложного в этом нету. Возьмем из группы сплайнов объект Helix, который создаст нам вот такую вот сплайновую пружинку. И в свойствах этого объекта уменьшим Start Radius, давайте где-то до 15 может сантиметров. И End Radius тоже уменьшен до 15 сантиметров. Получили пока вот такую волнистую линию, мало похожую на пружину. И выберем расположение по осям X, Z, чтобы наша пружинка смотрела вверх. Теперь в пункте End Angel угол окончания нашей пружины просто увеличиваем значение. Прекрасно. Вот такую пружинку мы уже получили. Естественно, если мы сейчас нажмем на render, мы пока ничего не увидим, потому что это не геометрия, это просто сплайн линия. Нам нужно этот сплайн превратить в видимую пружину. Для этого из группы сплайнов берем еще один сплайн круг. Давайте его тоже чуть-чуть уменьшим. Пускай у нас будет, например, 5 сантиметров. Давайте его приподнимем немножко, чтобы видеть. Ну да, где-то такая толщина нас устроит. И из группы HyperNerps мы выберем SweepNerps, после чего перенесем сюда наш круг и нашу пружинку. Все, отлично. мы видим, что наш круг повторил траекторию нашего сплайна и у нас появилась геометрия нашей пружины. Но, если мы теперь нажмем на play, мы увидим, что наша геометрия абсолютно никакого отношения к динамической пружине не имеет. Что нам, собственно, нужно сделать? Для того, чтобы наша пружинка, которую мы нарисовали вручную, сгибалась точно также, как наша пружина динамическая, нам понадобится экспресса. На самом деле тоже абсолютно ничего сложного в этом нет. Нам понадобится всего одно выражение, которое мы сейчас с вами и запишем. Итак, давайте мы для этого на наш SweepNerps назначим тег экспресса. Он находится в Cinema 4D tags в самом конце. И у нас откроется окошко для редактирования нодов в экспресса. Итак, мы перетягиваем сюда нашу сферу и перетягиваем сюда сплайн, который отвечает у нас за нашу пружину Helix. Замечательно! Теперь нам нужно указать, что высота нашего сплайна, который отвечает за пружину, будет равна позиции нашей сферы. Делается это, собственно, элементарно. Мы выбираем в координатах, кликаем вот по этому красному квадратику, выбираем в координатах Position. А здесь это выходная точка нашей ноды. И во входной ноде Helix сплайна нашей пружины в пункте Object Properties, свойства объекта, мы выбираем Height. И теперь, собственно, мы связываем позицию нашей сферы с высотой нашей пружинки. Смотрим. Работает ли этот способ? Замечательно! Все работает, наша пружина начинает сокращаться под весом нашей сферы. Все прекрасно. Но здесь есть еще одна хитрость. Давайте сейчас я вам покажу такую анимацию, которую я делал совсем недавно. Она, в принципе, простейшая. Вот такая вот группа объектов и пружин. И, как вы видите, здесь все объекты и пружины нормально взаимодействуют между собой. Но в Cinema есть один небольшой подвох. Если мы сейчас вот этот наш объект, допустим, соединим группу, выделяем все наши объекты, нажимаем Alt-J, называем как-то нашу группу. Например, она будет называться Helix спираль. И попробуем эту группу клонировать с помощью клонера. Заходим в homograph, выбираем клонер. Засовываем в клонер нашу группу. Он у нас будет дублироваться по X, а не по Y. Сделаем, например, 100 см. Здесь оставим 0. Давайте немножко увеличим до 200 размер нашего клона. И попробуем запустить анимацию. Мы увидим, что анимация наша перестала работать. Почему это происходит? Это происходит потому, что координаты в объекте клонер, координаты нашей сферы и координаты нашей пружины, грубо говоря, приобретают собственные значения. Клонер передает им другие значения, отличные от тех, которые были, если бы мы этот объект вынесли за пределы клонера. То есть тут вы видите, что наша анимация происходит нормально. А как только мы помещаем его в клонер, все, пружина перестает реагировать. Что делать в этом случае? Здесь нам, собственно, придет на помощь такой объект. Давайте вынесем наш Helix за клонер. Здесь нам придет на помощь объект instance. Что такое, собственно, instance? Это полная копия нашего объекта, которая повторяет все его физические, геометрические и прочие свойства, в том числе и свойства текстуры. Поэтому мы создаем объект Helix, создаем полную копию нашей пружинки. Естественно, создавать этот объект надо с нашей выделенной группой. И уже объект Helix мы помещаем в клонер. Наш оригинальный объект помещаем куда-нибудь за пределы видимости нашей камеры. Потому что скрыть мы его не можем. Если мы его скроем, то наши инстансы, соответственно, скроются автоматически. Давайте поместим его куда-то за пределы и посмотрим, что теперь у нас происходит. Будет работать наша пружина. Да, все прекрасно. Все отлично работает. Если мы сейчас вернемся к нашему объекту Helix и попробуем что-нибудь подредактировать. Например, чуть-чуть приподнять нашу пружину, чтобы она доходила до нашей сферы. То увидим, как наши инстансы точно так же изменятся. И, как видите, все отлично. Все работает. Вы можете клонировать эти пружинки. Можете создавать на их основе какие-то свои механические машины, какую-то механику и прочее. Ну, надеюсь, что этот урок был вам полезен. Встретимся вскоре в следующем уроке по динамике Cinema 4D. Ну и пока. Bye. Всего хорошего. До следующих уроков.